друзья всем привет в этом видео хочу вас познакомить да и сам поближе познакомиться с этим интересным спиннингом от японского бренда gamakatsu это принцесса вечера йохими соу самая мощная модель в линейке 78 или с ростом 2 метра 34 сантиметра тесту данного удилища до 16 граммов мощность по п е шнурам до 0 5 по японской классификации ну а по монкам или стром по лескам в общем мощность до 4 либров это достаточно мало для такого мощного инструмента казалось бы но в силу того что здесь стоят очень мелкие колечки кольца тут fuji со вставками сик с торзайт но тем не менее вставочки аккуратные тоненькие легенькие колечки в общем тонкие п е шнуры и тонкие лески это для этого инструмента в общем то просто толще ставить сюда тот же стр или флюрик но нет смысла толще четырех либров а вот по шнурам до 0 5 но я буду этот инструмент использовать со шнурами от 0 3 до 0 4 сейчас я оснастил спиннинг катушкой shimano stella в размере си 2000 с и намотан как раз таки шнур в 0 третьем диаметре шнур бюджетный это брейд корт 4 жилочка вот в принципе тоненький шнур правда плоский но ничего страшного в погода вы сами видите какая снег плюс 0 градусов то есть колечки будут обмерзает шнурок будет тереться поэтому я решил сегодня использовать вот такой вот шнур его мне не жалко многие наверное скажут почему такая маленькая катушка для такого мощного спиннинга но дело в том что я практикую такие варианты ставлю бывает на лайтовые удилища катушки маленьких размеров это все 2000 это двухтысячный размер если я изначально знаю что я буду работать самыми легкими весами как раз сегодняшняя рыбалка именно такая я хочу этот спиннинг погонять именно по низам я не собираюсь делать масштабный какой-то полный обзор и в хвост и в гриву нагружать этот спиннинг работать с разными типами приманок нет я только хочу его испытать опробовать в легком джиге от самых малых весов и до средних грамм до пяти в общем поработаю этим инструментом ну и поделюсь своими ощущениями типаж спиннинга строгий напомнил мне более дорогую модель это гамакатсу йохими хана ну вот единственное что чем отличается этот спиннинг тем что фурнитура здесь не топовая сборка made in china сделан он в китае но тем не менее тем не менее придраться не к чему сборка безупречная у спиннингов гамакатсу даже такого класса на японском рынке цены начинаются от 16 17 тысяч рублей на данный инструмент на нашем рынке данные спиннинги продаются по разным ценам в основном это где-то от 25 до 28 тысяч рублей содержание карбона кстати здесь 99 и 9 процентов и этот спиннинг уверен что будет обладать должен обладать потрясающей чувствительностью тактильной вот но в общем пойду по рыбачу покидаю интересно проверить его самыми легкими весами ну и буду оставлять комментарии с какими весами как он вообще работает так что я погнал джекрик 175 грамма и фишап танта полтора дюйма шнурок 0 3 стоит x braid braid cord и я вам хочу сказать что 175 грамма очень и очень хорошо летит на 0 3 шнурки уверена спиннинг кидает такой малый вес конечно визуально ничего я не вижу тактильно тоже едут ничего не слышу по провису шнура без проблем ну удивительно что спиннинг до 16 граммов и с уверенностью бросает вес меньше 2 граммов это очень здорово я вам хочу сказать сейчас еще раз заброшу за вообще здорово бросает я думал под ноги сейчас кину не нормально так улетела опять же это джекрик и тем более вольфрам грузик имеет отличные аэродинамические свойства хорошо летит погода безветренная практически ну да по кончику ничего не видно тут и вклейка 0 9 миллиметров 07 было может быть что-то и показывала укрупнюсь вес 2 грамма 2 грамма обычная чебурашка летит хорошо также визуально тактильно я на этом водоеме ничего не вижу визуально еле еле присматриваться чтобы что-то увидеть вершинка отыгрывает на грани еле различима на коротке конечно лучше видно а так не особо комфортно конечно единственное что могу сказать можно ловить такими малыми весами в принципе при большом желании вес два с половиной грамма приманкую решил не менять два с половиной гораздо интереснее уже бросает спиннинг но по кончику лучше видно уже касание 1 по-прежнему мне в руку ничего не слышно скорее всего тут мягкое дно ну кончик уже начинает отрабатывать так еще разочек сейчас заброшу может где-то попадется ракушка или камешек какой-нибудь вообще супер бросает думаю метров на 30-35 точно два с половиной грамма летит кончик еле еле отрабатывает можно конечно увидеть визуально но на грани все равно на грани с трешкой я думаю будет куда веселее вес 3 грамма приманка та же танта полтора дюйма отлично бросает 3 грамма кстати сейчас услышал как коснулся грузик дна какой-то твердый участок видимо попался и все больше и не слышу визуально по кончику видно кончик отрабатывает 3 грамма но я думал честно говоря лучше будет отрабатывать видно в принципе но не прям так сильно он кивает но тем не менее с трешечкой куда комфортнее работать я думаю это такой в принципе более менее комфортный нижний тест под джигу видно да по кончику видно можно работать с 4 грамма поставлю от 4 прям уверенно будет я уверен в этом сейчас четверочка полетит итак друзья 4 грамма грузик и 2 дюймовый полярик о отлично 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 бросает 4 грамма уже прилично нагружает спиннинг визуально видно очень хорошо от 4 грамма вершинка уверенно отрабатывает 3 грамма более менее комфортный нижний предел вот 4 грамма это прям хороший хороший комфортный нижний предел тест по джигу еще разочек да все четко все понятно по вершинке кстати сейчас тут тоже коснулся я ракушки или чего-то все в руку передалось а так в основном дно мягенькое и ничего я тактильно не чувствую рукой в руку не отстукивать попробую он бросить в район трубы может там более твердый участок будет или ракушки там будут не знаю сейчас посмотрим да в руку в руку я пару раз что-то услышал скорее всего ракушки попадались а дальше опять тишина ну в общем у нас в основном водоемы и за илиные и даже супер чувствительные удочки тактильно ничего не передают сколько я не пробовал спиннингов из отменной чуйкой звонкие удочки все плюс-минус одинаково у нас работает поклевку точно пропустить невозможно ну а вот именно когда ловишь на джиг то тактильно вы ничего не услышите нам только если ставить уже более-менее тяжелые веса граммов от 6 7 это даже и на мягком не в принципе слышно тут на 4 граммах той трешку я слышал когда грузик попадал на какой-то твердый предмет в руку все передается ну-ка попробую десяточку свыронуть в общем не вкладываясь в заброс улетает очень достойно десятка плюс 2 и 2 дюйма приманка слад принципе такая не упористая провалов я никаких не наблюдаю тому не знаю короче говоря попробую я на следующей рыбалке как следует погонять этот инструмент определите верхнюю границу по джигу но на этой рыбалке тут просто смотрите какие условия у меня достаточно компактный водоем с небольшой глубиной глубина тут я думаю полтора два метра десятка для этого водоема перебор ступеньки практически нет что хочу сказать вот даже не вкладываясь заброс опять же на на 0 3 шнурки я ловлю смысла нет и ставить больше вес будут отстрелы то и бросать некуда больший вес провалов я не наблюдаю комфортно работаете с десяточкой плюс небольшая приманка а сейчас буду бомбить уток напугались итак тестовые покидушки у меня завершились что могу сказать очень и очень удивлен как спиннинг работает на легких весах 175 2 грамма отлично бросает и такого теста комфортно по джигу 4 грамма плюс приманка это тот вес когда уже и тактильно и визуально все четко видно и слышно 3 грамма можно 3 грамма 3 грамма уже вершинка начинает отрабатывать но на грани надо вглядываться в общем то а вот 4 грамма уже уверенно лично мне комфортно ловить и на более легкие веса но я вот говорю как есть да вот именно если кто смотрит когда ловит на джиг на вершинку спиннинга то 4 грамма будет все видно и слышно слышно если дно соответственно твердое но видно в любых условиях если конечно не супер какая-то ненастная погода ветреная ну а на этом все всем спасибо за внимание до новых встреч пока до новых встреч пока